Карты, схемы в полную краску. Дети, как у вас дела? Дети, я все еще ваша мама. Но она официально разрешила ходить с планшетом, с ноутбуком. Аплодировал! Ааа, записали! Дети, это вообще колледж или нет? Кот, кто у нас успешно ученит? Да я вчера акобанил, когда ты читал этот сшиток. Да, и что ты думаешь? Короче, это как в банковском договоре. Да, я выжарила на курсе 114. Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. Your life is my life. Давай, студеночки, расскажи, как ты расстроена. Ну, я не расстроена, понимаешь? Ну, просто... Короче, ситуация какая? У нас здание есть, где child development, грубо говоря, там, по социальным всяким наукам. И я, когда у нас окончился... Давай, наверное, по порядку день расскажу, потому что сейчас я вот так буду рассказывать. Точно так же, как у меня в голове. Сегодня был тяжелый день. Утром на географию я пришла нормально. Ну, кстати, на географию вообще не рекомендуется опаздывать, потому что она ровно в 3 минут... Она стояла, да, минут с 27, как мне показалось, на часы смотрела. Короче, она 100%, знаешь, где-то там, когда-то давно они с Сашей были родственники. Саша, мне тоже может в ванну постучаться и сказать уже 6-17, а ты типа еще в ванной или еще что-нибудь, знаешь? Ну, это не важно. В общем, она отчислила всех, кто сегодня не пришел в это время. Отчистила? Отчистила, потому что сидят же люди, кто стоят в бейп-листе. Да, не хватало мест. Офигеть. И те, кто на второй день не появился или опоздал, все сегодня стали резко свободны после проверки, так сказать, переклички. Но тут же она показала... Короче, есть такая, извините, перебью. Есть такая система, что вот получается на этот класс могут зарегистрироваться, например, 30 человек. Допустим, открытых мест 43 в праздне. А хотят брать его 50 человек. Да, 50. Вы становитесь, регистрируют, ну, кто первый зарегистрировался, тот попал. Зарегистрировался. Да. А те 7 будут стоять в листе ожидания, и если кто-то попадает в такую ситуацию, то ура, ты попадаешь. Но условия, даже если ты в бейп-листе, то ты должен все равно ходить на уроки, пока, грубо говоря, того не очистят. Кого-то не очистят. Короче, получается схема, если ты хочешь его взять и ты в бейп-листе, ты все равно приходишь на занятия, занимаешься, но тебе в зачет не пойдет, если ты его отзанимаешься. Но при этом, когда ты... Но у тебя есть шанс попасть. На момент первого урока она еще проверяет вейп-лист, чтобы все были. Потому что, помимо официального вейп-листа, есть еще такие, допустим, кто приходит и говорит, я хочу брать ваш класс. Она говорит, ну, заводится листик, в который записываются те страждущие, которые... Они тоже ходят на каждый урок. И эта схема у всех или только эта? Нет, 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 это у всех работает. Просто, Сереж, не все в 3-5 минуты отчисляют. Нет, подожди, все вейп-листы все равно должны ходить на каждый урок. Конечно, а как ты... Ты так хочешь, что не ходишь, тебе что, позвонят, скажут, ну, приходите ему сразу. Это же твое, аж ранее учиться они. Прикольно. Но они не платят. Нет. Они не платят до того, как они зарегистрируются. Такая неплохая схема, можно не платить же пройти курс, а потом пойти заплатить и легко его пройти. В общем, вековый курс, ты теряешь время. Время понятно. Время самое ценное, что у нас. Ну ладно, давай. И, в общем, ты пришла и вовремя. В общем, да, я пришла и потом у нас она... Ну, лекцию она ведет, да, она ведет легко. В общем, никто никаких этих лекций не печатал, как она сказала. Все поприходили с таблетами, все поприходили с ноутбуками. Все сели и спокойно занимались своими делами. Короче, ноутбуков отсадили просто назад, потому что все-таки, когда они что-то набирают... Они стучат. Немножко есть звук, и это действительно может быть ее, как вот, ну, раздражает. Ну, как меня раздражает, когда пассажиры сзади пьют воду и мнут бутылки. Как первый раз или последний. В общем... Я просто хочу сказать, что она сказала распечатать лекцию. Маришка такая говорит, мне надо лекцию распечатать. Я такой спокойно говорю, распечатаем. Ну, ты-то будешь себе представлял. Да, я представлял себе конспект. Ну, когда вчера мы собрались идти готовиться к урокам и распечатать лекцию, Маришка мне показала. Там, блин, сколько я насчитал? 14 страниц? 14 страниц. Ну... Из них текста, блин, максимум на страницу. А все остальное карты, схемы, в полную краску, в черно-белое, в цветное. А у нас пока еще струйный принтер. И, короче, если бы мы начали ее печатать, то этот струйник, он так чернила тратит, что нам бы просто хватило на первые пару листов. И третий, возможно, бы вышел наполовину, а может и нет. Поэтому мы сказали отказать. Ну, в общем, зайца, меда принтера уже вот прям стоит нормально, потому что у меня, по вот этому последнему, от которого я пока еще, блин, прям, уже своему сглотовую, да, в этом семестре я просто буду... Не то, что как в том вот, да, что дети, как у вас дела, дети, я все еще ваша мама, и дальше пишу, да, то в этом я дальше, наверное, с ними здороваться не буду. Просто иногда ночью буду к ним заходить, поцеловать. Ну, она официально разрешила ходить с планшетом? Да, да, она сказала, ходите, ну, типа, эти назад, эти вперед, и типа, учитесь. Учитесь. Это, типа, умнее, чем если вы будете каждое мое слово там ловить и пытаться зарисовывать от руки карту. Ну, рассказывай. Ну, в общем, она потом сказала, что сейчас хотите заработать, типа, экстра-поинтов, она показала нам картограмму, показала карту, и сказала, вот, посмотрите... Слушай, ты честного говоришь. Слушай, говорит, типа, и проанализируйте вот эту картограмму, блин, и что там, типа, ну... А что, вы тут не хотите? Против оружия что-то, по-моему. Ну, ладно. По-моему, про суицид что-то, по-моему. По-моему, сейф там что-то. Ну, не важно. Короче, говорит, проанализируйте у меня. Как вы думаете, что она отображает? Я просто даю вам 2 минуты. Но, говорит, я вам даю шанс общаться с Кроссмейтом, кто рядом сидит. Посмотрели мы с Кроссмейтом друг на друга, там, девочка сидит, да, я думаю, запрести ее что-ли? Ну, а что мы смотрим на эту картограмму, да? Начали анализировать, ну, до этого мы узнали, что такое картограмма между прочим. Начали анализировать, есть ли, блин, Африка больше всего по размеру, указано на картограмме. Америка средненькая, другие, Австралия совсем маленькая. То, значит, глупость повернули к вам и Африку. Нет, 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 оно нормально. И Индия очень большая. Ну, блин, мы с ней говорим, наверное, там, где, типа, самая большая, где в семье большое количество детей. Китая нет. Начали думать, так и китайцы не плодятся. Что там, там людей много, а детей-то в семье пару. А-а-а, записали, Кросс, Кросс, Кросс. Вторую картограмму показывает. А там Китай только большую. Ребусы какие-то. Зай, картограмма, это знаешь, как она нам объясняла? Это, типа, я вас отправляю по билдингам калькамина походить и, типа, спросить у людей, кто любит больше, ну, любите ли вы мороженое? Я прихожу, допустим, в математический билдинг. Говорю, ну, чего вы тут мороженое любите? Не-не, не любим. Значит, я на карте калькамина маленьким рисую это. Ну, понятно. Это большой. Только Китай большой. Ну, по-всякому думали. По популяции людей, ну, и в Африке тоже, знаешь, немало, блин, и в Индии. По технологиям тогда должна... Технологии я сразу подумала, да, ну, чего китайцы все пробегают, да? Потом думаю, блин, ну, Южная Корея сто процентов должна была тоже попасть. Не подходит, блин. Ой, короче, думали, мы думали, ну, мы... Думаем, раз там дети, значит, здесь... А Беларусь, айти страна? Нет, ну, там, короче, думаю, раз там мы привязали к детям, говорю, давайте, типа, свяжем, ну, типа, что... Там только один ребенок и меньше в семье. А во всех остальных. Ну, в общем, поаплодировали мы себе стоя после этого. Задали. Но тут хорошо, что вот тут, знаешь, инициатива, то что мы поучаствовали хорошо. Вот. Короче, первое отображало, как, типа, болезнь СПИДа. Ну, СПИД, насколько охватывает распространение СПИДа. А там, где Китай большой, это экспорт игрушек. Угу. Откуда я могу знать это, понимаешь? Да, по-моему, экспорт всего, блин, не только игрушек. Ну, в общем, она нас заверила, что скоро нам будет легко в этом разбираться. Офигеть, может быть. Да, я прям буду смотреть на какие-нибудь, чьи-нибудь карты разбираться. Ну, и, в общем, потом она раздавала... Ну, это, короче, типа, вот зимой и цветом одним цветом. Потом она... Зимой и летом одним цветом. Что это? Ну, вот как ты отгадаешь? Ёлочка. Ну, вот и нет, блин! Пальма! Пальма, блин! Понимаешь, кто какую загадку придумал, такой себе ответ и придумал. Это вот её схема приблизительно. А потом она другую карту даже проанализировать. Ну, похоже на наше побережье. И, значит, побережье светлое, а чем дальше от побережья, всё темнее и темнее. И, в итоге, в одной точке всё было сконцентрировано в очень тёмное. Ну, от побережья ещё была такая тёмная, как вот, ну, поросак этого тёмного. Блин! Ну, мы, короче, вообще город с романей. Ну, решили написать, что инком людей. Да? И что ты думаешь? И мы угадали. Только не просто инком, да? Ну, типа, доходы, да? И куда меньше? Наоборот, на побережье живут богатые. Больше, ну, я сказал, да. А чем в углу в страну, мы вообще думали масштабами, что это страна. А оказалось, что это нашего, ну, нашего каунти, как бы, побережье, да? Чем больше к даунтауну, да? И даунтаун, это, ну, короче, там и инком у людей плохой, и живут они так себе. И всё у них, короче, неважно. А вот то, что от океана дорожка шла, да? Ну, что самое стало интересно. Оказывается, в порту тоже очень плохие, ну, уровень жизни у людей плохой. И вот это она объяснила, что вот если, типа, эту карту расширяют, то мы будем видеть какой-то там фривэп, который по дороге доставляются во всякие в Донтаун эти вещи. Вот по бокам этой дороги вот тоже, короче, всё уфигово у людей. Но мы-то видим это всё в сжатом, и у нас получается, что это тоненькое. Угу. Ну, вот так вот. И дала она домашнее задание – разрисовать карту, раскрасть. И мне нужны карандаши, но у меня карандаши есть уже. А карта есть? И карта есть. Ну, она говорит, ну, это, говорит, вообще, говорит, ты, кого есть дети, дайте детям, они справятся, типа, ну, я, говорит, не рекомендую это. Потому что, говорит, дети будут раскрашивать неаккуратно, а я увижу. Ну, вот. Ну, там, грубо говоря, Африка, она карта, и сверху она даёт инструкцию, что делать. Типа, Африка красный, значит, я должна Африку красным закрасить, там, Тихий океан зелёным, там, зелёный, ну, к примеру, да. Ты готов вообще к колледжу или… Я про это подумала ещё вчера, когда я подумала в этом самом… Когда я тебе говорила по поводу политики еды, да, что вопрос, блин, что непонятно в красе, а можно поесть. Вот этот крас по географии длится полтора часа, они поесть спрашивают, да. «Антону три минуты, чтобы перебежать с одному в другое». Ну, как такое может быть? Ну, а потом я пришла на кросс по успеху. Кот, кто у нас успешный ученик? Аплодируем. Тот, кто внимательно читает расписание. Короче, нас учил, как протонило конкретно. Так, подожди, на географии экстра поинты заработала? Да, да, ну всё, мы в одном поучаствовали, а второе случайно угадали. Это вообще хорошо. Красиво. Ну, мы по-всякому пытались привязать. Она такая, где тебе? Я говорю, ну нет, дети побережья. Я говорю, нет, ну начали думать побережье, типа анализировать. Ну, и в общем, как-то мы вышли на инком, на доход людей. Молодцы, молодцы. Пришла я на урок по успеху, блин, в жизни. Ну, и она такая, весёлая, всё. Я говорю, у меня есть пару вопросов, чего-то я там не поняла. Она такая, ой, 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 поздравляю, поздравляю, дают мне зелёную карточку. Я получила твои эмоции. Я говорю, спасибо, спасибо. Она говорит, я буду, говорит, такие вещи раздавать персонально, но я, говорит, хочу, говорит, сегодня ты, говорит, пока не говори, что это. Я тебе отдаю, говорит, но пока не говори, никому красишь, что это. Хорошо? Я говорю, хорошо. Еще скажи, сколько тебе зелёную карточку? Нет, и сорока одного человека, опять был. Офигеть, вы красавец. Вот, да. Ну, значит, я села опять с той компанией. Они мне понравились, хорошие мальчики, нас пять сыгрят. В общем, всё, сели, там класс начался. А, я у неё ещё раз там какие-то вопросы спрашивала, то, что мне там, типа, непонятно. Спросила, говорю, где я вот это могу найти. Она говорит, иди в букстор тебе всё продал. Всё прям. А, она сама издаёт какой-то там, ну, я покажу, зайка какую-то фигуру. Ну, короче, она издаёт. И чухи вот здесь за 10 долларов. С успехом она познакомилась. Да. С успехом она нормально в успехе разбирает. Ну, ну, всё. В общем, мы сели, она такая, говорит, ну и что, класс официально, типа, начинается. И говорит, я хочу видеть ваше расписание. И, говорит, я, говорю, предупреждаю, что больше никаких, типа, вот не будет такого, кто что знает, точком, да. Но я, говорит, хочу сказать, что те, кто внимательно читал, типа, расписание, сегодня получили зелёные карточки, говорит. И, говорит, к сожалению, их только 5 человек, типа, на наш дружный коллектив. Да, ты молодец. Молодец, блин, да потому что я вчера уже не знала, с какой подрясти, вот так вот. Читала этот сшиток, блин, с маркером. Короче, она дала на сегодня задание, в понедельник, да. Просто прочитать расписание, скажу вам так, как я уже учусь в колледже, это расписание могу пересказать наизусть, в каком плане расписание. Там идёт политика кампуса, о том, что если ты знаешь, кто где-то кому-то насилие применяет, звони сюда. И каждый раз перечитывать это, в принципе, да, ну, ну, не нафига это мне каждый раз знать. Я её первый раз не особо внимательно читала. Но она сказала, типа, почитать и выделить важное хорайтером. Ну, и я сидела, ну, половину так просто чёркала, блин, да, потому что я понимала, она сказала, что не будут это перечитывать. Потом я увидела одну большую, ну, как бы, скажем так, надпись, которую думаю, блин, ну, у нас же учитель по успеху, значит, это надо выделить. Три шага к успеху я их подчеркнула, как бы, да. А потом смотрю, там, маленькими в середине этой, вот, блин, брошюрки вот такого размера, да, маленькими буковками какие-то не знакомые, блин, слова. Читаю, и она говорит, только те студенты, которые хотят действительно добиться успеха, читают, типа, ну, расписание полностью. Мелкий шрифт. Да, мелкий шрифт, типа, и всякое такое. Короче, это как в банковском договоре. Да, и она говорит, пришли мне, если ты прочитал, то пришли мне на e-mail почту в тему, напиши экстра поинты, свою фамилию и ответь на два вопроса. Как ты узнал об этот класс и какие у тебя ожидания от этого класса? Я, честно говоря, да, я просто, я думаю, ну вот же ты, женщина интересная, да. Быстрее давай строчить. Но, если честно, еще целый день в запасе был. Она говорит, даже если бы кто-то вот присрал мне, пока я не сказала, что официально класс начался, вот, я бы, говорит, руку поднимала, оно пришло, я бы, говорит, вам засчитала. Вот. Ну и все. Получается, я ей ответила, как я узнала про этот класс, потом кратенько минут на 40 расписала ей, какие у меня ожидания. И от класса. Вот. Но уже исходя из того, что я поняла, что она женщина фанатичная в этом деле, она всех сделает успешными. Я ей написала, что я хочу, блин, понять систему, как быть успешным человеком. Я хочу это реализовывать не только, блин, в кампусе и в своей учебе. Я хочу это объяснить своим детям. Ну, короче, там, в общем, я думаю, она читала и, по счастью, что встретила еще одного такого человека. Ну и все. И потом, короче, мы что еще? А, потом начали мы в краю, в красе все лица вытянулись, начали искать где-то. Она не сказала, где все. Начали и судорожно искать. Не стать. Потому что надо было дома готовиться. Да. Потом она распределила, дала такой, как, ну, опросничек и говорит, вот ты найди это в расписании, ты это. Ну, чтобы понимали, какие у нее офис часы, там, где ее можно найти. Ну и всякое такое, в общем. Ну и все. Она потом читала, опять же, лекцию, как это важно быть организованным, как важно контролировать себя, как важно не откладывать. Ну, а, и потом она рассказала вот эту систему. У нее, короче, система, я пока просто думаю, мне надо как-то мозг разделить на какие-то части, чтобы, блин, запоминать все. Короче, система у карточек участника. Ты их можешь зарабатывать для того, чтобы у тебя все было хорошо. Минимум одну в неделю, как максимум две. Это значит, грубо говоря, она задает вопрос там, есть ли 6 на Марсе? Ты так хоп-рух, еще не подумывал, а уже потом думаешь, есть, да? Вот надо так. Активно, короче, быть норм. Да, и дают тебе эту зеленую карточку. Их все надо сохранять. Помнишь, нам говорили в школе про это, говорили, что Антоша активный, что у них тоже это проверяют и мотивируют на активность в классе, чтобы не просто вот… Вот она нас тоже мотивирует. Вот видишь, это все со школы начинает. И, в общем, она такая говорит. Кто что интересного нашел? После этого она как-то в паузе и такая, а кто, типа, для себя вот что главное вынес из чтения моего, типа, расписания? Надо поднимать руку. Я руку подняла, а потом думаю, блин, а что я скажу? Вот что просто первый абзац взяла и прочитала. Нет, а я сразу вспомнила про эти три шага к успеху. Что будь презент в классе, делай свою домашку и не открадывай, блин. Нет, ведь все, она мне эту зеленую карточку дала. Так что на этой неделе ты зазря сходил. Подожди, ты две уже получил? Ну, одну за то, что экстра-поинты и вторую зеленую, когда руку подняла быстрее все. Аплодируем с тобой. Как этот хлопал, не пингвина этот, кто катил. Помнишь мультик был? Ну, в общем, все нормально. Потом я пошла книжку покупать. Я акомбонировала от книжки. Книжка стоит 112 долларов. А вчера мы тебе за сколько купили? По географии? Я ее купила сейчас за 112. И за 112 я за 93 купила. А на Амазоне? На Амазоне она дороже используется. Ну, тебе купили уже, пришло что-то? Ну, это к другому предмету. Давай мы будем купить снизу себя. За 40 или за 30 сетей? А, по дешевочке взять. Да, мы же используем ее покупали. А новая такая стоит 185 долларов. Ну, мы, наверное, покажем. Про книги расскажем отдельно. Так, значит, вот по нашим книжкам. Не по нашим, а по Маришкиным. Что мы тут заказали на Амазоне? В связи с тем, что это как бы в сторидже, в сторидже говорю, в буксторе колледже стоит очень, очень, очень. Так, значит, вот такая книжечка. По здоровью, по здоровому питанию и что там еще? По здоровью, по безопасности, по питанию для маленьких детей. Это Пачал Доворокнет. Это тот мой специальный предмет. Который самый специальный. Да. Короче, стоит она 59,77. Эта книжка, скажем так, идет состояние как новая. Но она БУ, правда? Да, но она БУ. Вот. Вот здесь написано, что она состояние как новое. В общем, вот такая. Ну, в общем, у нее состояние как новое. Она не видно, чтобы она там была трепаная, грязная. Она без надписей, без отметок. Это тоже все было отмечено. В принципе, ее можно возвращать, так сказать, если она не понравилась в любое время. Бесплатный возврат. Пришла она очень быстро. И стоила она в Буксторе, не помнишь, что ли? 228 новая, 185 юзаная. 220? 228 и 185. 180 мы взяли за 60. Короче, в три раза дешевле, чем... Ну, понимаешь, получается, теперь куда ее деть, это наш головняк. А так бы мы по окончании просто ее сдали. Получается, что если бы мы купили ее за 220 или за 180, то мы бы все равно 60 долларов за нее не получили. Ну, в 68. Вот. А так мы ее, как она очень специальная... Нет, за ней получали очень мало. Мы ее сможем попробовать продать через объявление. Ну, как ты говорила, это там делают. Так, и еще одна книжечка. Это книжечка по географии. Книжечка стоит 30 долларов. Она, значит, покупалась... У нее тоже вот написано здесь Use it like new. То есть, она была в использовании, но как новая. Вижу, как новая, ничего не мятое, ничего не гнутое. А вот немножко странички заложены. Ну, это не принципиально, не страшно. Это могло заложиться, даже когда ее упаковали. Ну, немножко согнута обложка. Немножко. Не новая. Она так вот, как бы, заломана. Ну, зато здесь есть глобус. Это карта. Поэтому тоже... Ну, карта... Карта глобуса. Ха-ха-ха. 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 Так, в общем, книжка класс. Книжка класс. Она, возможно, даже потом пригодится детям. Возможно. Это версия. Вот. И стоит она 30 долларов. Австоре? На 170 с чем-то, короче. Если бы мы купили за 170, ну, вот, может, 50 дали бы, а может, 30. Поэтому, ты знаешь, есть шансы... Ну, вот. Поэтому, как мы уже говорили, так сказать, выше, кто смотрел, уже услышал, что сама учеба даже стоит несколько дешевле, чем покупка книжек. Потому что это только два предмета. Угу. И это уже, получается, 220, 180, 400 долларов. Есть еще два предмета. Вот. Ну, про них немножко позже. Потому что книжки там и атласы, еще что-то не дошло. Все. В общем, иногда проще оплатить учебу, чем купить книжку. Получается. Да. А книги нам? В общем, я купила эту книгу. Уже потом проверила на Амазоне. Я правильно купила. Ну, я в колледже купила. Есть, можно покупать в книге новые в колледже. Можно использованные. Я не торопилась. У меня до следующей пары было полтора часа практически. И я постояла и перебрала все, наверное, там, я не знаю, 30 этих использованных книг. Я выбрала себе книжку. Ну, в ней ни маркеров, ничего нет. Ну, ее вернули. Она, получается, все равно использована. Вот. Я ее купила за 93 рублей. А, беру следующая книга. Создать, наверное, мы ее сможем. Долларов за 20, за 15. Это лучше. И сейчас Сережа мне заказал книгу за 6. Да, по-моему, что-то около 60 долларов. А в Bookstore в нашем Qualcommine она продается новая за 228. БУ за 185. Короче, бушку я взял за 60, можно за 40, но там, типа, не очень кондиция. В общем, цена начинается от 40 и приближается к двумстам. Типа, лучше, лучше, лучше. Вот. Можно было, вроде бы, даже взять новую за 67, там, или 69. Она с какой-то скидкой была. Ну, я решил, что, типа, состояние как новое, за 40 нам очень подходит. И, тем более, она приходит, вернее, за 60 она приходит быстрее. И, в общем, нам срочно надо было книга, поэтому я ее сам. Книга нам вот так, нужно от четверг. Ну, в общем, номер, ну, за. Экономизм. Это лучше, ты говорила, к следующему. Ну, домашку, к следующему делать. Ну, я отведу на урок без птики, она пока там отъявим, если ее надо, у меня уже не надо. Вот. Ну, продолжим после непродолжительной паузы. Субтитры сделал DimaTorzok